Вот и подошел к концу четвертый фестиваль спорта и искусства. Сегодня в юной армейце состоялся последний, заключительный день. Были награждены победители. Напомним, что в этом конкурсе участвовало множество команд, в том числе из городов-побратимов. Всего четвертый международный фестиваль спорта и искусства «Дружба без границ» собрал более 500 участников. Это 13 команд, 3 из которых из города Гродно, Беларуси, Цели, Словении и Ахтубинска. Очень быстро летит время, и мы с вами вышли на финальную точку закрытия нашего форума. Конечно же, будет вас не хватать, но мы надеемся, что все те эмоции, все те переживания, которые вы получили здесь, вы привезете в свои образовательные учреждения, в свои города и страны. Все ребята, принимающие участие в этом увлекательном мероприятии, получили свои кубки и грамоты за высокие результаты в таких конкурсах, как лучшая эмблема школы, визитная карточка, командная песня, творческий конкурс, лучшие видео и фотографии, а также был подведен итог общего командного зачета, где были суммированы баллы за все конкурсы. Первое место в нем заняла команда «Молодежка». Этот фестиваль объединяет многие народы мира, сюда приезжают разные страны. Это очень интересное мероприятие для всех детей, оно помогает нам раскрывать наши таланты, демонстрировать их. Также оно подтверждает, что искусство действительно объединяет всех людей, потому что здесь мы все собрались на фестивале спорта и искусств. Мы все подружились, получили много положительных эмоций, мы зарядились позитивом для того, чтобы закончить учебный год и уезжаем отсюда не только с призами, но и с восхитительным, прекрасным настроением. Безусловно, главной целью фестиваля является установление прочных, дружественных связей молодых людей из разных стран. «Наш фестиваль вкладывает свой кирпичик в это здание, здание построения мира на земле. Это очень важно. Это не громкие слова, это действительно межнациональное, межгосударственное общение детей, неформальное, ни по указке, ни по приказу, а потому что они действительно интересны друг другу, они друг другу восхищаются, они друг другу любуются, они хотят друг на друга быть похожими, они перенимают какие-то хитрости, премудрости по нашим тренировкам спортивным, по нашей подготовке к творческим конкурсам. Такой обмен культур, обмен какими-то, может быть, и шутками, и песнями. Это так здорово». Мы уверены, у ребят память о фестивале останется еще на долгие-долгие годы, а может и на всю жизнь. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова